Привет! Это Екатерина Воропаи и канал Объектив. И вот о чем поговорим сегодня в выпуске. Россия оставляет Херсон, единственный захваченный с начала войны областной центр. Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Так называемый замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремаусов погиб в ДТП. Обсудим подробности. Странные отношения Пекина и Киева. Узнаем, почему Зеленский не спешит разрывать связи с Китаем, несмотря на явные симпатии Си к России. Война разделяет людей. Как украинские села жили под оккупацией, а соседи теперь не могут друг друга простить. А еще узнаем, что Песков делал в Луганске, как в нулевые за критику власти лишались постов, зачем нужны уроки военной подготовки в школе и за что из России депортируют Никоглая. Начинаем. То, чего последние две недели так боялись З-активисты, случилось. Российская армия, спустя почти 9 месяцев спецоперации, идущий строго по плану, оставляет Херсон. Это единственный захваченный украинский областной центр. Объявил об этом лично командующий всеми российскими войсками в Украине генерал Суровикин в отчете Сергею Шойгу. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Суровикин доложил, что врага бьют везде. И под Бахматом, и под Донецком, и в Павловке ему очень больно. А вот под Херсоном вообще почти все идеально. У врага аж в 7 раз выше потери, чем российские. Но вот город почему-то все-таки придется оставить. Генерал объяснил это тем, что ВСУ якобы неизбирательно бьют по городу. И российским войскам не хотелось бы подвергать опасности местное население. Журналисты назвали отступление перегруппировкой и маневрами. Но в реальности картина, конечно же, иная. Начиная с лета, когда началось наступление ВСУ под Херсоном, практически все военные аналитики говорили, что российская армия не сможет бесконечно удерживать за собой плацдарм, все снабжение которого идет через плотину Каховской ГЭС и импровизированные переправы с баржами, которые, к тому же, постоянно находятся под ударами хаймерсов. Отвод российских войск начался фактически сегодня, и он точно займет не один день. Российская армия плотно минирует за собой территорию, чтобы не дать ВСУ атаковать при отступлении. Да и сама переправа на левый берег многих тысяч солдат и техники тоже далеко не дело одного дня. Сейчас главная интрига в том, будут ли отступающие переправляться под огнем ВСУ, или все же смогут создать организованный отход с минимальными потерями. На бегство из Херсона отреагировали и приверженцы войны. Их можно условно поделить на две категории – это деятели и комментаторы. Последнее – это читатели зетчатов. Их возмутило решение военного руководства России, и они начали задаваться вопросом, а зачем так много наших погибло? Дальше их возмущение перешло на конкретных личностей, то есть на Суровикина и Шойгу. Мол, кто так вообще войсками командует? Разве можно отступать с нашей земли? Кто-то в сети иронизировал, дадут ли Суровикину срок за нарушение территориальной целостности. Гневных эпитетов досталось и самому Путину. Казалось бы, сторонники войны – его железный электорат, но теперь недовольны и они. Лишь единицы в комментариях обвиняют ВСУ. Все претензии только к армии России. Что касается деятелей, то есть людей с какой-либо должностью или с именем, ситуация аналогичная – гнев и непонимание. Захар Прилепин вдруг задумался о том, как на нас, он имеет в виду оставивших Херсон, посмотрят мертвые. И призвал закончить войну в Киеве, объявить полную мобилизацию, в том числе и духовную. Видимо, и отца, и сына Святого Духа. Прокремлевские военкоры задались вопросами, как отход на низкий берег с Высокого поможет улучшить положение. А другие резонно замечали, что это самое крупное военное поражение России. До этого свой областной центр отдавать еще не приходилось. И вообще, вдруг все стали великими гуманистами. Мол, жизнь солдат важнее, даже Пригожин ценил непростое решение. Самый Пригожин, в частной армии которого практикуют заградотряды. А Рамзан Кадыров назвал решение суровикиным мудрым и дальновидным. Единственным, кто отступление из Херсона никак не прокомментировал, был Путин. На мероприятии в честь 75-летия Федерального медико-биологического агентства, которое состоялось всего через полтора часа после заявления Шойгу про Херсон, не было сказано ни слова. Что иронично, один из награжденных сравнил Путина с Александром Невским, которого тот назвал собирателем земель русских. И добавил, что российский президент тоже возвращает земли в лоно Родины. В лоно Украины, видимо. Война продолжается. На фронте все меняется стремительно, но кое-что остается неизменным. Китай так и не занял однозначную позицию. Россия или Украина? Российско-китайские отношения мы разбирали уже много раз. А вот что происходит между Пекином и Киевом? Ньюсвик пишет, что президент Украины ни разу не выступал с осуждением Китая. Помните хоть одно такое заявление? Я не помню. Тем временем к Западу риторика Зеленского требовательнее. Увеличить поставки оружия, занять более жесткую позицию. Даже Иран, украинская сторона, критикует чаще и больше. То есть критики Китая Зеленский сознательно избегает? Но почему? Пока Китай общается с Россией, он вообще-то должен выглядеть для Украины как союзник агрессора. И с этого момента становится вообще ничего не понятно. Но мы с Ньюсвик сейчас все объясним. Дело в плотных экономических отношениях Киева и Пекина до войны. С 2019 года на Китай приходилось около 15% украинского экспорта. А еще страны сотрудничали в рамках военной промышленности. Зеленский с начала своего президентства продвигал идею дружбы с Пекином, видя в нем возможность увеличить товарооборот и привлечь инвестиции. Источник журналистов, близкий к администрации Зеленского, рассказал, что дипломатическое молчание между Китаем и Украиной нужно для того, чтобы у Си была возможность передумать в любой момент. И если это произойдет, Киев сохранит важного торгового партнера. А еще получит рычаг давления на Россию. Ведь, как пишет Ньюсвик, кажется, что на Путина может повлиять только Си. На девятый месяц войны в Киеве уже особо не ждут от Пекина чуда. Позиция Китая без изменений. Во время голосования в ООН по осуждению аннексии украинских территорий Пекин воздержался. И более чем за год Зеленский так и не смог поговорить с Си, хотя очень хотел. А вот Путин с ним то созванивается, то встречается в Узбекистане. Но это не повод на совсем рвать связи. То есть Китай все-таки с Россией? Нет. Политику Китая нельзя назвать пророссийской. Она скорее антиамериканская. Для Си война в Украине это конфликт Запада и России. На мировой арене Китай утверждает, что не является стороной конфликта. Но при этом мы видим, что он симпатизирует России, как антиамериканскому союзнику. Китай считает санкции против России несправедливыми. Призывает ЕС и НАТО к переговорам с Москвой, но при этом заявляет, что выступает за мир. Во всей этой взаимной осторожности Пекина и Киева есть свои красные линии. Для Китая это Тайвань, которую он считает своей частью. И Киев готов уважать эту позицию и не вступать в тесные контакты с Тайванем, как бы того не хотелось. Делает он это, чтобы не вызвать реакции Китая, которая может повлиять на расклад сил на поле боя. Для Украины граница, где кончается дипломатия, это любая материальная помощь в Москве, особенно в вооружении. А пока все критические точки остаются нетронутыми, натянутое молчание между странами продолжается. Дальше перейдем к сводкам с фронта. Но сначала реклама. Не проматывайте ее, пожалуйста. Наверняка вы видели подобные мемы. И в любой шутке есть доля правды. IT-сфера действительно проявляет удивительную устойчивость во время всех кризисов. Даже инфляция и рост цен на жизнь IT-специалистов никак не сказываются, ведь их зарплаты ежегодно растут. А возможность удаленной работы позволяет им спокойно релацироваться. Если вы хотите получить все преимущества от работы в IT, но совсем не хотите кодить или заниматься разработкой, тогда обратите внимание на профессию продакт-менеджера. Это человек, который отвечает за создание и развитие IT-продукта. Контролирует работу IT-команды, взаимодействует с инвесторами и пользователями. Продуктом при этом может быть что угодно. От мобильного приложения до сложной технологической платформы. Спрос на продакт-менеджеров растет. И сейчас на HeadHunter более 2000 вакансий. А зарплаты новичков начинаются от 90 000 рублей. Получить все необходимые для новой профессии навыки вы сможете на курсе «Профессия Продакт-менеджер» от ProductStar. Курс длится 9 месяцев. За это время вы научитесь управлять командой и планировать развитие продукта. Все это на кейсах реальных компаний. Вконтакте, Airbnb и Uber. Программу создали опытные продукты из Skyeng, Яндекса, Амазона и других компаний. Наставники помогут вам проработать новые навыки, а карьерный симулятор ProductWork поможет погрузиться в реальные задачи профессии и получить первый рабочий опыт. Процесс трудоустройства идет параллельно с обучением. Вам составят резюме и помогут выдержать испытательный срок. В среднем студенты находят работу за 2,5 месяца. А если не найдете работу во время обучения, вам вернут деньги. На Черную пятницу действует скидка 56% и бесплатный доступ к платформе более чем с 50 курсами на полгода. Сможете бесплатно изучать навыки программирования, аналитики и маркетинга. Записывайтесь на курс по ссылке в описании. Сегодня в сводке с фронта мы расскажем о боях на Донбассе и как под Херсоном российская армия взрывает за собой все мосты. Вчера шахеды массово атаковали Днепропетровскую область. Пять из них сбило ПВО. В Днепре местная власть сообщает только об одном попадании в логистическое предприятие. Ранены четверо его работников. Из-за ударов возник большой пожар. На Луганском направлении ВСУ отбили атаку на Ямпель, после чего и сами начали атаковать отступающего противника. Отбили ВСУ атаку и на село Кламычиха, но обороняется на этом фронте и российская сторона. Сейчас она отбивает атаки у села Площанка и Червонопоповка. В целом, из-за пополнения российской армии мобилизованными наступление ВСУ здесь прекратилось. Российская армия получила дополнительные ресурсы, чтобы попробовать отбросить противника за реку Жеребец. А вот украинская армия сбрасывает на противника агитационные листовки. На этих кадрах ВСУ заряжают в снаряд от ракетных систем залпового огня ГРАД листовки с инструкцией, как сдаваться в плен. Сейчас самый горячий участок фронта под Бахмутом. Российские силы на прошлой неделе попробовали перенести главный удар из Бахмута на Солидар, но прорвать украинскую оборону у них так и не вышло. В итоге ЧВК Вагнера снова вернулись к тяжелым боям на подступах к Бахмуту. Из-за беспрерывных обстрелов тела убитых с поля боя уже никто не убирает. Вчера мы говорили, что вагнеровцам удалось войти в село Белогоровка Донецкой области, но в тот же день ВСУ смогли выбить оттуда пригоженцев. Продолжаются бои на фронте под Донецком. Вчера главным успехом российских сил стало взятие последнего укрепленного района ВСУ возле взлетки Донецкого аэропорта. За эти скромные линии окопов противники сражались последние пару месяцев. Ну а под Херсоном уже начался отход российских подразделений, причем без боя. Вчера ВСУ смогли прорваться на северные окраины Снегиревки. В городе уже даже появился украинский флаг. Также ВСУ вошли в село Калиновское неподалеку. Больше подробностей оттуда не поступает. Украина вообще никак не комментирует информацию с южного направления. Но вчера в сеть попали фото разрушенных мостов, которые российская армия взрывает у себя в тылу. Через канал на дороге между Снегиревкой и Херсоном, Дарьинский мост на Ингульце, мосты в селе Тегинка и Мылово. Военные блогеры, например, Юрий Котинок написал, что уже давно обсуждалась дата отхода из Херсона. Генералы думали сделать это 10 ноября, но вот пришлось поторопиться на один день. Нервничают и мобилизованные, которых отправляют в Херсон. Вот на этом видео видно, как по пути на фронт один военный пытался вышвырнуть своего сослуживца из грузовика на полном ходу прямо на асфальт. Вчера в ДТП погиб Кирилл Стремоусов, так называемый замгубернатора оккупационной администрации Херсонской области. Вот что об этом написал Z-VNCOR Роман Сапонько. Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Символично. Последний день русского Херсона. Он лично встречал наши войска на входе в Херсон в феврале. На выходе ушел сам. Стремоусов – основной пророссийский спикер пропагандистских и прокремлевских СМИ. Он родом из Донецкой области. Какое-то время занимался рыбным хозяйством, а потом начал делать журналистские расследования. За деньги. И вел ютуб-канал. У Стремоусова всегда была пророссийская позиция. И после 2014 года он решил ее закрепить. В 2016 он зарегистрировал гражданскую организацию «Украинский центр экологической самообороны». И стал вести активную политическую деятельность, пытаясь пройти во власть. В 2020 году он решил побороться за место мэра Херсона, но голосов почти не набрал. Местные жители считали его городским сумасшедшим из-за того, что он постоянно устраивал скандалы и вел себя вызывающе. А еще он антиваксер. Когда началась война, Стремоусов возглавил движение коллаборантов, откуда и пришел в замглавы Херсонской области. РИА Новости сообщили, что предположительной причиной ДТП стал водитель грузовика, который совершил на дороге опасный маневр. А водитель машины Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отправился в рабочую командировку в Луганск. Там он устроил мастер-класс для местных журналистов. Поделился опытом, так сказать. Песков назвал сотрудников донбасских СМИ, пресс-служб и блогеров профессионалами, которые работают на передовых рубежах и информационной войны тоже. Что ж, про рубежи информационной войны он не соврал. В рабочую командировку съездил и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Иран. Институт изучения войны считает, что его отправили обсуждать возможную покупку ракет. А вот в российском совбезе заявили, что встреча нужна для того, чтобы обсудить предотвращение вмешательства других стран в российско-иранские отношения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал пять условий для возможных переговоров с Россией. Это восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание военных преступников и гарантии, что это не повторится. Как отмечает политика, Зеленский отступил с позиции, что переговоры невозможны именно с Путиным. По информации издания, к такому решению Зеленского подтолкнули США. Украина освобождает свои земли, но с уходом российских войск заканчиваются одни проблемы и начинаются другие. Нередко после деоккупации вражда начинается уже между соседями. В Вашингтон-Пост вышел текст про село Шевченковка в Херсонской области, которое полгода оккупировала Россия. После ухода российской армии некоторые жители села, соседи, прожившие рядом десятилетиями, оказались по разные стороны баррикады. Так случилось с двумя женщинами – Галиной, чей сын воюет за Украину, и Ольгой, которую Галина обвиняет в поддержке России. Сама Ольга признается только в том, что брала у российских солдат деньги, чтобы выжить. Но тут важно понимать, что принимать какую-либо помощь от оккупационных войск – это не преступление и не коллаборационизм. Они, в принципе, обязаны снабжать граждан всем необходимым. Хотя для многих принимать такую помощь или не принимать – это большой моральный вопрос. Шевченковка избежала страшной участи некоторых других населенных пунктов вроде Буччи. Военные оккупировавшие село были из ДНР, поэтому многие воспринимали их как своих, как украинцев, и не боялись с ними общаться. Кто-то выменивал у военных еду на бензин, а один раз солдаты даже принесли конфеты на день рождения жительницы села, который исполнился 91 год. Со временем некоторые жители Шевченковки даже стали вторить военным, которые объясняли людям, что теперь Херсон – это Россия. В какой-то момент оккупанты начали раздавать деньги местным жителям. Были те, кто отказывались, но большинство жителей деревни, даже противники оккупации брали их. Люди жили небогатые до войны, а после ее начала с деньгами стало совсем трудно. При этом военные записывали данные тех, кто соглашался на выплаты. Жители считают, что списки использовали на так называемом голосовании о присоединении к России. Тех, кто взял от российских военных деньги, записывали, как проголосовавших за. После освобождения деревни СБУ первым делом начало искать коллаборантов. Те, кого обвиняют в симпатиях России, приемом помощи от российских военных или коллаборационизме, столкнулись с ненавистью или игнорированием со стороны соседей. Некоторые односельчане заняли принципиальную позицию и больше не хотят с ними разговаривать. К сожалению, село Шевченковка – лишь один из множества примеров, где после российской оккупации между соседями начинается вражда. Многие жители до сих пор ищут врагов в своих рядах и подозревают соседей и знакомых. Вот так война, даже после ухода войск, разрывает близкие связи и раскалывает когда-то дружное сообщество. В ночь на 9 ноября умер Виктор Черкесов. Кто это такой, Катя? Спросите вы меня. А я отвечу, что это человек, из-за статьи которого в нулевых произошел один из самых грандиозных скандалов в окружении Путина. Я расскажу, как царь оказался таким же плохим, как и бояре, а человек со странной, но патриотичной позиции лишился карьеры из-за нелояльности. Черкесов – друг и соратник Путина. Он пришел в Питерское КГБ вместе с ним. Участвовал в его избирательной кампании в нулевых и после возглавил госнаркоконтроль. В 2007 году в ведомстве Черкесова произошло несколько довольно громких арестов. Генерал Александр Бульбова, его секретаря Марии Ковалевой и бывшего замглавы управления собственной безопасности Юрия Гевала. Их подозревали в незаконной прослушке телефонов шести бизнесменов и ведущего телепрограммы «Момент истины» Андрея Краулова. Черкесов считал, что за арестами стоит ФСБ. Цель ФСБ – не борьба с реальными преступлениями, а какие-то свои личные интересы. В своей колонке в «Коммерсанте» глава госнаркоконтроля пытался достучаться до Путина и привлечь внимание к тому, что спецслужбы занимаются не своим делом, а подсиживанием друг друга. Черкесов раскритиковал междоуслобицы, несправедливые дела на своих соратников и предупреждал о скатывании России к латиноамериканским диктатурам. Толкнуло его на это, судя по всему, странное, но честное личное убеждение, что чекисты спасли Россию в конце 90-х. Он видел в этом один из смыслов эпохи Путина и его историческую заслугу. И пока российское общество и стабильность держатся на спецслужбах, их качество крайне важно, а вражда за привилегии недопустима. Черкесов писал, что нельзя замалчивать эту проблему, ведь она может привести Россию к новой катастрофе. Вот что мог в нулевые написать глава фактически силового ведомства, подкрытую в СМИ. И лишиться после этого своей карьеры. Потому что человек, который должен был его услышать, увидел в этих словах угрозу. Путин в публикации остался недоволен. Он посчитал, что выносить такого рода проблемы в СМИ некорректно. Ну, там, ссоры, сбы и все такое. И уже в следующем году черкесовы сняли с должности. Мне кажется, что эта недавняя в историческом плане ситуация это отличный контраргумент всем, кто говорит, что царь хороший, но вот бояре плохие. Чекист черкесов с довольно патриотической позицией, да, такие бывают, пришел к Путину с критикой системы, которую Путин изначально сознательно выстраивал. И так Черкесов стал для Путина врагом. Впоследствии Черкесов пару лет руководил Рособоронпоставки, после чего был отправлен в отставку. Журнал «Русский Ньюс Увик» отмечал, что это стало первым случаем, когда ближайший соратник Владимира Путина ушел в никуда. Потому что его видение будущего России сильно отличается от образа будущего Путина. Недавняя российская история на самом деле полна кейсов, которые разбивают многие сомнения насчет фигуры Путина. Что он ни при чем, что он ничего не знает или не успевает. То, что очевидно нам с вами, может быть не очевидно нашим родителям, например. Им стоит про это рассказывать. Так можно кого-то переубедить, что на самом деле дело не только в плохих боярах, но и в плохом царе. А статью Черкесова обязательно почитайте. Я ее оставлю в комментариях. В России серьезно взялись за так называемые фейки про Бучу. Главного редактора сайта «Репаблик» Дмитрия Колизева объявили в розыск за пост об этом в Инстаграме. А Буча – это уже не первое уголовное дело. И кажется, их будет становиться все больше. Колизев, к счастью, уехал из России сразу после начала войны. Возможно, вы слышали про российский аналог ТикТока под названием «Япи». Его даже рекламировала актриса Анна Хелькевич на пресс-конференции Путина. Но вот российский аналог оказался не таким классным, как хотелось бы. И вчера хакеры опубликовали данные более 2,5 миллионов пользователей этой соцсети. Имена, даты рождения, технические дайны устройств. В самой «Япи» данные назвали неактуальными и обезличенными. Хотя вот издание агентства подтвердило подлинность базы. Российское издание Forbes рассказало, что в октябре российские банки стали реже выдавать кредиты россиянам. Всему виной мобилизация. Банки опасаются, что граждане кредиты просто не вернут. Кто-то уедет из страны с деньгами, кто-то получит кредитные каникулы по службе, а вот кто-то просто не вернется с войны. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал в российских школах курсы военной подготовки для учеников 10-х и 11-х классов со следующего учебного года. Их будут вести ветераны украинской войны. Занятия будут проходить 4 раза в неделю внеурочно. То есть так же, как разговор о важном. До июля дополнительно, а до факта принудительно. Блогера Никоглая, гражданина Молдовы, депортировали из России. Я, честно говоря, без понятия, кто это, так что можете написать о нем в комментариях. На днях он записал ролик, в котором пародируют российского солдата, который лежит в окопе и выбрасывает летящие в него гранаты. И видео не понравилось главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Она обратилась в МВД и прокуратуру, чтобы проверить, не дискредитировали блогер армию. А Никоглая назвала выродком. В итоге вчера блогера задержали, оштрафовали на 5000 рублей за нарушение миграционного законодательства и выдворили страны. А на этом сегодня все. Мы с Тамарой прощаемся с вами. Она скоро поедет в любящую семью. А мы встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok